Вениамин Кондратьев поблагодарил омбудсмена за большое внимание к краю. Сегодня на Кубани около 300 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это четвертый результат в стране и первый в Южном федеральном округе. Вместе с тем предпринимателей волнует ряд вопросов. Например, отмена единого налога на вмененный доход. Малая средняя предпринимательство для нас – это драйвер экономики. Это те, которые очень быстро реагируют на рынок, на спрос, на изменения спроса, на колебания рынка. У нас 278 тысяч сегодня субъектов малого и среднего предпринимательства. В принципе, это выражается от 33% в РБ края. Это очень серьезный показатель. Условия, которые сегодня в крае создаем, мы стараемся их создать. По-разному получается. В том числе, единый налог на вмененный доход. Сегодня он все прекратил, можно сказать, свое существование для малого и среднего бизнеса. Это не очень сегодня радостное решение, только потому что они будут теперь по-разному платить налоги. А, естественно, это изменение структуры, в том числе благообложения, где-то и бизнеса в целом. То, что на самом деле у нас вызывает тревогу, потому что это вызывает тревогу малого и среднего бизнеса. Если есть возможность поддержать часть изменения этой нормы, либо ее отсрочить, то давайте пытаемся, может быть, при вашей поддержке хотя бы отсрочить введение этой нормы. Действительно, это край малого и среднего бизнеса, и не только сельскохозяйственного, туристического, но и производственного малого бизнеса. Видим, какие программы выстраиваются, только по инвестиционной помощи в инвестиционных проектах. Видели, что сегодня приток инвестиций достаточно высокий в крае в среднем выше, чем по стране. Край сегодня занимает очень достойное место по инвестиционному климату. Сегодня взаимодействие именно с властью, с региональными правительствами, конечно, очень зависит от того, как вот в такой неплошной ситуации для бизнеса можно что сделать, чтобы помочь. Это помощь людям, потому что рабочие места останутся, не уйдут с рынка. Это все-таки доходы. Основная часть доходов всех – это заработные платы. Я разделяю вашу позицию по малому и среднему бизнесу. Что такое малый и средний бизнес? Это люди, в первую очередь. Люди. Самозанятость. Они обеспечивают себе, своей семье, своим друзьям. Поэтому, конечно, создавать условия для них, для малого и среднего бизнеса – это создавать условия для сытой, стабильной жизни людей. И если уверенно себя будут чувствовать малый и средний бизнес, значит, уверенно себя будут чувствовать люди, и они будут смотреть уверенно в завтрашний день. В свою очередь, Борис Титов рассказал, что часто поступают жалобы от представителей строительного бизнеса. В частности, речь идет о проблеме обманутых дольщиков. Мы видим, что, к сожалению, проблема обманутых дольщиков, она очень велика. Многие не получили свои квартиры. Но мне бы хотелось ваше взаимодействие в том, чтобы с каждым отдельным этим проектом, чтобы была возможность нахождения решения. Здесь мы и с прокуратурой края работаем. Действительно, многие нарушали закон, и это недопустимо. Но где есть возможность, где-то они просто что-то недоработали, или они слишком долго разрешение выдавалось на строительство, или еще какие-то проблемы, которые, ну, не зависящие от них, которые привели к какому-то негативному результату. Мы здесь абсолютно, я считаю, применяем такой здравый подход. Ну, почему? Там же, если брать проблему обманутых дольщиков, там есть проблема такого неумелого управления, то есть это может быть, ну, безграмотные где-то хозяйственные деятельности. А есть просто воровство, воровство, где деньги собрали и вывели. Либо целиком, либо часть. И там, где, конечно, мы видим, ну, неумелое руководство, конечно, мы с точки зрения уголовного преследования тоже не настаиваем, даже вообще не настаиваем. Мы пытаемся помочь. В целом, как отметил Борис Титов, малый и средний бизнес уверенно чувствуют себя в Краснодарском крае. Важно, что на Кубани появляется все больше таких предприятий.